Доброго здравия, друзья! Рад вас приветствовать. Не знаю, будем касаться праздников или нет, потому что интересно все так устроено, что один Новый год мы проводили и встретили следующий. И вот мы находимся сегодня 12 число, четверг. Находимся в преддверии теперь уже старого Нового года, который тоже имеет смысл, так сказать, наверное, проводить, а потом встретиться уже по старому стилю в Новом году. Да, по два Новых года у нас в стране это нормально. Интересно то, что мир всегда был изменчив, когда юлианский календарь стал неудобен, ввели григорианский, по которому, так сказать, сегодня и живем с вами. Но как это влияет на нашу жизнь? По большому счету не особо как. Единственное, что действительно влияет, это то, что в новогодние праздники, самые длинные в году, мы испытываем недостаток средств для того, чтобы дарить подарки, ходить в гости, может быть, куда-то поехать, посмотреть какие-то красивые места. И здесь я хотел бы обратить внимание на то, что, читая ваши отзывы, очень приятно видеть, что у многих, несмотря, ну, фактически, я думаю, что у всех, несмотря на введенные ограничения, да, которые являются защитой, вот, защитой от слива в первую очередь, да, потому что принцип работы Благодара должен быть ясен и понятен всем, значит, если мы возьмем какую-то емкость, это наш мультипликатор, да, или общая тумбочка, и кто-то приносит, ну, излишки, да, то есть что-то свободное в виде, там, водички чистой, ключевой. Вот, семье хватает, есть стаканчик, например, сегодня один стаканчик вылил, завтра второй стаканчик, а приходит время, когда лень идти за водой на источник, допустим, вот, или условия поменялись, там, погода какая-то, да, вода уже не чистая и все такое, то этот человек может прийти и пить с этой общей емкости, по сути, столько, сколько ему надо, но есть категория людей, которые еще, ну, наверное, не настолько осознаны, да, которые смотрят на то, что в Благодаре нет ограничений, вроде бы, да, то есть если ты оказывал помощь, оказывал помощь, оказывал помощь, а потом перестал оказывать помощь, никто же не запрещает пить с общей емкости столько, сколько хочешь, но понимание-то должно быть, на мой взгляд, да, это же элементарно, должна работать, ну, совесть, да, что ли, что если я пью, 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 и уже давно забыл, когда туда что-то доливал, вот, вот, то так бесконечно продолжаться тоже не может, правда, вот, поэтому, вот, по сути дела, краник немножечко подкрутили, да, потому что, в первую очередь, у тех, кто понимает, что такое Благодар, заботой является сама система, чтобы она жила и работала всегда, как можно дольше, вот, потому что ценностью Благодар является то, что мы искренне друг другу помогаем, искренне. Многие люди даже не имели возможности попробовать, что такое безвозмездно оказать помощь. многие люди только оценили, окунувшись, в окунувшись в эти потоки изобилия, в которых вращаемся мы, когда помогаем друг другу бескорыстно и безвозмездно. вот, что самое главное дает Благодар, самое главное, конечно же, это не деньги, не монетки, да, самое главное, Благодар дает такое чувство, которое начинаешь испытывать, когда начинаешь понимать, как все устроено и насколько это ценно для каждого из нас. это чувство свободы, уверенности в том, что именно ты становишься хозяином своего времени, жизни. а это самый ценный ресурс, самый-самый, и вот, ты можешь решать, сколько времени уделить себе, куда отправиться и зачем, в какое путешествие, сколько уделить времени семье и детям, найти свою настоящую мечту, потому что настоящая мечта, ее не определяют в материальном, то есть цены у нее нет, так как таковой, ценника. ценность или цена достижения твоей мечты, это та радость, которую ты получаешь, во-первых, по дороге к ней, ну и во-вторых, конечно, достигнув ее, но уже в дороге нужно думать о следующей мечте, куда я двинусь дальше, куда я буду следовать дальше, какую я вершину буду покорять дальше, и вот в этом смысле благодар дает возможность управлять своим временем. ну, о наших делах, что я могу сказать, все вот эти изменения, переходы там, падение с уровней и так далее, там, я тоже слетел, соответственно, да, то есть, в самый низ, ну, это нормально, это нормально, таким образом произошла разгрузка системы, что очень хорошо, да, ну, в такой, в какой-то мере, вот, вот, и мы с новыми силами по новому, уже взрослому, настоящему, поощрительному плану или программе, взявшись за руки, начинаем движение вперед, уже настоящее, взрослое, то, что там было, это детский сад был, до этого, это детишки там поигрались, поигрались, и сказали, я, 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 я достиг, ура, ура, я хороший, я молодец, да, это здорово, а вот по взрослой программе достигнет, да, и я скажу, будут такие, кто достигнут, и таких людей будет много, даже самого-самого верхнего уровня, что нам еще придется еще выше уровня придумать, почему мы, собственно, в этот раз и не делали, да, по вот этой детской, поясельной программе, вот, потому что понимали, что у нас переход запланирован, да, долго мы к ним шли, как только пришли, сразу же сделали этот переход, вот, сегодня у нас единственное, маленькие несостыковочки еще есть, о чем мы предупреждали, и опять повторюсь, да, что корректировки происходят, уж не обессудьте, пожалуйста, друзья, потому что на рабочем механизме делать такой переход, ну, непросто, вот. А, больной вопрос у некоторых, у единиц, даже этих людей за все время, не больше, чем пальцем на одной руке. Вопрос по гаупвахте. Ну, и вопрос звучит таким образом, да, зачем она введена, где, так сказать, документы, где в правилах написано, что это, почему, зачем, как и сколько, да, вот. Вот, ну, ответ простой, на самом деле. Отвечу словами одного из участников, который первый залетел, ну, по-моему, первый, их так немного-то всего на самом деле, их всего там человек пять на сегодняшний день, кто на губах, кто попал, вот. Ну, это те люди, которых много раз предупреждали, что нельзя троллить, троллить сообщество, да, и, соответственно, тех людей, которые работают ради общего блага, как энтузиасты, неся на себе ответственность и суперсерьезную нагрузку. Это технический отдел, обратная связь, да, вот. Вот, да и вообще, в чатах некультурно гадить, ну, потому что это общество, да, то есть, вот, я сейчас зашел, у нас есть кафешка, вот, такая, в Европе самая большая, очень интересная, вот. И везде есть отведенные места, да, для каких-то нужд непотребных. Ну, в общем, непотребные, они тут потребные, но они потребные только в маленьких каких-то специальных комнатках. А если сделать это где-то среди людей, то как к тебе отнесутся? Я думаю, что вызовут полицию однозначно, как минимум наложат штраф какой-то, да, а могут и закрыть там на 15 суток хотя бы для того, чтобы ты вразумился. Вот и принцип галвахты. Какие еще правила нужны? Это надо всего лишь понимание, это нормы приличия. Ребята, что тут надо объяснять? И самое главное, в Благодаре нет никаких правил. Он был построен таким особым образом, что у нас есть только рекомендации. То есть мы можем только рекомендовать, вы можете делать все, что хотите. То есть по сути дела. Но прислушиваясь рекомендациям, вы всегда будете в выигрыше. Всегда. Поэтому галвахта на примере того человека, который первый попал на нее, так сказать, произвела такой неожиданный результат для большинства участников, которые знали об этом, что прослушав переосмысление, переосмысление этого человека, не буду называть сейчас по именем, ну, в чате все знают, да, в чатах все знают, вот. Произошло такое изменение, что человек по-другому посмотрел на систему, он по-другому, у него родилось другое отношение, он сам говорит об этом, что я другим стал, я по-другому начал смотреть на вещи. Ребят, мы делаем благие дела. Я скажу так, что второго такого сообщества в мире не найдете. Его просто нет. Есть какие-то похожие, тоже занимаются благотворительностью, или тоже там работают, ну, не знаю, на криптовалютах, там, да, или даже там на монете Юми и так далее. Но мы другие. Мы делаем все бескорыстно. У нас нет, мы не построили благодар, завязав его на личной какой-то мзде, понимаете? Мы сделали его так, чтобы каждый мог чувствовать, что благодар, он твой родной, он наш, понимаете? Он принадлежит каждому из нас. Поэтому, если это твой благодар, твое сообщество, как можно, как это можно выражаться против своей семьи, да, в своей семье, в своем сообществе, в своем кругу, где тебя любят, холят, леют и так далее, поливать, поносить грязью, если тебе там что-то не понравилось. Если что-то не понравилось, ты, пожалуйста, обращайся к тому человеку, который тебя пригласил. И выскажи ему то, что думаешь ты. Но опять, все равно подумай, да, это дежурные уши, в которые можно слить все подряд, но лучше обратись к этому человеку. И ни в коем случае не нарушай покой, да, сообщество, не избивая людей с толку, особенно новеньких людей, которые пришли, и тут какой-то не понявший человек, не разобравшийся, вроде бы как такой уже, как это правильно сказать, там, ну, старичок, если новичок, то, наверное, это уже старичок, вот, осознанный, благодарительный, и вдруг начинает внести, что ему не нравится что-то. Все надо осмыслить. И надо понимать одно, что поскольку мы за собой оставляем право предпринимать любые изменения, любые в любой момент, лишь с одной причиной, для того, чтобы благодар жил, для того, чтобы всем нам было и дальше хорошо, чтобы мы продолжали оказывать помощь друг другу, помогать друг другу, менять жизнь, да, чтобы мы могли осознавать и понимать, что кто-то должен принимать эти ответственные решения. И нет времени согласовывать, повторюсь, потому что часто задают такой вопрос, а почему не согласовали? Вы представляете, да, у нас уже там, не знаю, ну, зарегистрированных аккаунтов, да, там, более 10 тысяч. Соответственно, даже если согласовывать просто с активными участниками, даже лидерами, это займет очень много времени, энергии, сил эмоциональных, понимаете, вот, а есть определенный костяк, который отвечает за какие-то вещи, который имеет опыт, который проверен уже временем, да, и который необходимо воспринимать как, ну, с доверием, как должное, как данность. Надо так, значит, надо так, ребята. Расприняли такое решение, я его принимаю, потому что это и мое решение. Это не ваше решение, а это в мою пользу решение, для меня решение. Вот так надо смотреть на эти вещи. Вот. Ну, хочу всех поблагодарить. Я в восторге, потому что я очень наблюдал за тем, как развиваются события, да, и все такое скажу, что слаженная работа, прекрасная работа, прекрасное взаимодействие лидерского состава. Вообще красавчики, просто молодцы. Не буду назвать всех по именам, но всех обнимаю и благодарю от всей души. Вот. И лидеров становится больше и больше. Это естественно, потому что все смотрят на сыгранность команды. И когда команда сама от души играет, не кто-то стоит с палкой, да, и погоняет, кто что должен делать, а когда люди взаимодействуют добровольно, на таких же добровольных условиях, и в то же время ищут сыгранности. То есть ищут друг други и используют сильные стороны одного, защищают слабые стороны другого, для того, чтобы вместе двигаться к той цели, которая перед нами стоит. А цель, да, она, наверное, громкая, но я не знаю, не думается, что вместе мы можем создать такую игру, которая приведет восторг. В отзывах я читал, да, что скоро о Благодаре будут говорить, а нас с вами будут говорить там по всяким телевидениям, там, да, и все такое. Да, конечно, будут говорить. А куда им деться-то? Потому что скоро мимо Благодара не пройдешь. И поймите, Благодар заходит благодаря нашим усилиям, благодаря тому, что мы смотрим на все, как на общее, да, то есть на все, что здесь происходит у нас. Он заходит в любую семью, он заходит стучиться в каждую дверь. Единственное, для этого нам надо понять и осознать, что страха нет, страх – это иллюзия. Если ты боишься рассказать о Благодаре, у тебя есть твой проводник, кто тебя пригласил сюда. Если ты уже здесь, дома, ты уже освоился, или даже если еще нет, используй силу этого человека, уверенность, твердость его духа, его достижения, его историю, пусть он поделится с твоей семьей. Сделайте такой вебинар, да, то есть именно для тебя и твоего окружения, в котором вместе поделитесь тем, что вас привело в этот восторг. Вот. И это будет хорошо работать. Идет как маленький совет. И будет хорошо дублироваться. Потому что, если какой-то один человек пришел именно таким образом Благодар и привел за собой, допустим, шесть человек, и у него, благодаря гиперпрыжку, есть перспектива, буквально там в течение недели, да, то есть, если не тянуть кота за хвост, перейти уже там на какой у нас уровень? На пятый, наверное, да? То есть, к нему зашли люди, которые продублировали его, то скорость развития, она будет совсем другая. Понимаете? А все зависит от того, как мы смотрим. Можно по одному человеку в год приглашать, можно приглашать вообще ни одного человека, да? А можно приглашать 20 человек в день. И у нас есть такой лидер, который это делает, 20 человек в день. Понимаете? Если это работает у кого-то, это будет работать еще у кого-то. А у кого-то будет работать еще лучше. Вот о чем речь. Но главное, чтобы огонь горел внутри каждого из нас. Если он горит, мы обязательно воспламеним в хорошем смысле все вокруг. То есть, мы не пройдем мимо никого. У нас нет никакого лживого стеснения. Мы делаем вещи, о которых будут говорить наши дети и их дети, и дети и их детей. Понимаете? То есть, это не просто бельюки, да? То есть, такое никчемное занятие, которым мы занимаемся. Или зарабатывание бабла какого-то. Мы просто поднимаем деньги. Нет, ребят, речь не об этом. Деньги здесь побочный материал. Понимаете? А главное, главное, это сила взаимоотношений. Сила добрых человечек взаимоотношений между людьми всякого рода. Понимаете? То есть, мы стираем все грани, какие только есть. То есть, мы спокойно взаимодействуем. У нас есть люди из разных религий. Есть? Есть. Разных политических убеждений. Есть. разного социального статуса. Есть. Кого только у нас нет. Понимаете? И у нас рамки или нормы приличия стоят во главе угла. Будь человеком и к себе будут относиться по-человечески. Разве это непонятно? Относись другим с уважением и другие будут тебя тоже уважать. Именно за это. Именно тогда, когда, может быть, ты имеешь право кого-то прижать к ногтю, и ты этого не делаешь. Есть большая надежда, другой человек оценит это, больше это не повторит и будет благодарен за твою выдержку, понимание, за твою человечность. Разве здесь что-то есть? Неясно. Это все о губахте. Гаубахте, правильно, да? А название, ну, такое, да, говорили, что это благотворительному проекту не очень вроде как. Но это будем говорить свой, такой своеобразный пиар-ход, да, потому что благотворительный проект, и на нем есть гаубахта. О, интересно, что же это такое, как это работает и зачем. вот. Какие еще моменты? Да их на самом деле немного. Задача номер один это сделать что? Проснуться и поставить себе цель завтра пригласить двух человек и стать дарителем второго уровня. просто, просто и получать не 3% коэффициент благодарности, а сколько? 6% 6% в два раза больше. Понимаете? И вот смотрите, еще момент какой. Это можно сделать, это легко можно сделать. Просто посмотреть, кто мне дарители в первой линии, лидеру. Посмотреть, пообщаться, вдохновить, поработать вместе. Пусть он пригласит со своего окружения людей, онлайн собраться в телеграмм или где в скайпе, где угодно. И пообщаться, зажечь немножко людей, поделиться своим теплом, поделиться результатами, своей историей. И все получится, все будет здорово. Какая-то мысль была еще попутная, интересная. не надо ни за кем бегать, соответственно. Все самые ценные люди, они находятся рядом с нами. Все те, кому мы в первую очередь хотим помочь. Это не продавщица в магазине, не там еще человеку, идущему нам навстречу или сидящему за соседним столиком. Хотя мы им тоже хотим, если у нас есть свободное время, этот самый ценный ресурс, мы подарим ему его капелюсечку. Хорошо, что новость хороша в том, что о благодаре рассказывать много не надо. Можно сказать просто, здесь люди помогают людям. Мы обмениваемся некритичными суммами в криптовалюте. Участвую в благодаре, если ты даже далек и не знаешь, что такое криптовалюта, блокчейн, ты далек от этого мира. Ты здесь разберешься и будешь почувствовать себя как рыба в воде. Здесь есть очень много преимуществ. Тебе не нужны средства для того, чтобы войти сюда. Тебе подарят криптовалюту. Ты войдешь и будешь потихонечку разбираться. Но это потихонечку у меня всегда потихонечку в моем понимании это если я вечером что-то узнал, то к утру я это уже осмыслил и принял решение и вперед. Поэтому потихонечку это не имею в виду, что растянуто во времени на какие-то месяца и так далее. Потому что опять же наш главный рекламный ресурс это наши отзывы, за которые я очень сердечно всех благодарю. я каждый раз в этом году уже ставлю сердечки вот именно сердечки красненькие такие потому что с любовью отношусь к каждому вашему отзыву и нахожу в нем ценное зернышко порой даже такие грани с которых и сам не смотрел или сам не видел что отсюда можно посмотреть. очень благодарю вас поэтому отзывы очень хорошо работают и помогают в том чтобы помочь другим людям оказать им действительную помощь потому что наша помощь заключается не в оказании помощи нажатием кнопки и отправить монетки кому-то из участников наша помощь заключается в том чтобы охватить весь этот мир чтобы все люди узнали о нас и чтобы все люди были здесь вот это вот когда мы занимаемся благотворительностью потому что здесь другие затраты могут быть и временные да потому что куда-то надо ножками сходить а может быть куда-то кому-то съездить даже в другой город понимаете а может быть даже в другую страну и как это оценить это не просто 10 монеток отправить понимаете в систему это гораздо большие затраты поэтому каждый оказывает помощь сообществу благодар в той мере насколько это сообщество для него ценно а мне очень хочется чтобы наше сообщество было ценно для каждого из нас не меньше чем оно ценно для меня понимаете потому что это такое же сообщество ваше или наше да так же такое же как мое то есть и должны за него стоять горой то есть не давать никаким там этим самым да возможность посягать на него никому никогда ни при каких обстоятельствах вот что еще сказать вам друзья очень много хочется сказать вот знаю одно что вот этот год 23 да вот вы видите те достижения которые мы имеем на сегодняшний день покажутся совершенно ничем по сравнению с тем что будет по нарастающей по мере того как этот год будет набирать сил то есть это будет взлет реальной ракеты как у нас все хорошо а будет еще лучше ракета взлетающая вот многократное увеличение многократное сегодня у нас пока затеящее застоле как-то по гостям походить еще есть время хоть даже уже и рабочие дни и для многих пока кто ходит на работу еще кто работает по найму там и в своем бизнесе и так далее вот у кого еще какое-то нелюбимое дело которым вынужден заниматься ради опять же получения средств для обеспечения себя и своей семьи с помощью благодаря очень близко очень близко человек начнет понимать что это не его дело это не его любимая работа что он другой он найдет себя и он начнет себя являть этому миру вот одна из граней благодаря потому что для благополучия каждого благодар даст все необходимо для благополучия чтобы человек чувствовал себя комфортно чтобы он имел то что ему нужно прямо здесь и сейчас вот и это не сказка за почти год 11 месяцев нашего общего труда у нас есть замечательные результаты которые были изначально ожидаемы монетка выросла многократно только начало это усилие каждого человека кто прилагал свои усилия для этого и кто верил и видел то время которое уже пришло сегодня поэтому давайте настроимся на то что процессе нашего движения в этом году 23 мы перевалим за приличную за приличное число количество участников это раз за приличное давайте для начала возьмем хотя бы 1 миллион человек и посмотрим когда это произойдет 1 миллион и посмотрим когда это произойдет я не говорю что это будет конец года я говорю что это будет в этом году и второй момент второй ценность монеты которая используется в нашем сообществе монеты июня как думаете есть ли потолок есть ли такая планка которая может определять наивысшую вершину ее роста я вам скажу нет давайте смотреть на это так вот есть у нас дедушка биткоин лидер первопроходец мы его ценим любим наблюдаем за ним вот но тот механизм который есть у нас благодарен это самый современный механизм и современнее уже не будет то есть это не майнинг не парамайнинг не стейкинг понимаете почему если я где-то что-то не договариваю обратитесь к тому человеку который вас пригласил он вам расскажет в чем преимущество поэтому я думаю что очень может так быть что мы сами удивимся как юми взлетит благодаря нашему общему труду с любовью на благо всем людям с добрым чистым сердцем монетка юми может взлететь выше биткоина я давно уже это говорил лишь только все зависит опять от наших с вами усилий но это тоже всего лишь побочный результат потому что в этом году будет очень много интересных новшеств очень много будет подарков кстати о подарках которые есть сегодня используйте сегодня 200 монеток которые можно подарить любому человеку практически мгновенно нажатием одной кнопочки это хорошая возможность опять же для расширения для нашего с вами расширения нашего сообщества нашего комьюнити используйте это и цените это и не позволяйте никому на этом паразитировать потому что заметьте мы живем в мире паразитов внешне все выглядят вроде бы как одинаково а вот что внутри что движет человеком куда он идет на что и где он может разменяться поскольку его интересует только для сэбэ то есть хапнуть так сказать таких людей остерегайтесь потому что с ними всегда попадос происходит вот дорожите этими монетками не позволяйте никому так сказать доить сообщества понимаете то есть за общее надо стоять ух зубы показывать сразу не позволять никому рот открывать неправильно смотреть косо смотреть это справедливо каждый будет защищать своего ребенка а если благодар наш с вами ребенок и он наш так же как он мой так он мой для тебя для тебя для тебя для каждого тогда мы будем надежно стоять на его защите ну так все и происходит на самом деле по мере взросления понимания осознания сначала осмысления осознания все больше и больше людей понимают что ценность благодаря это мы с вами мы с вами поэтому остановить благодар там рассказывает какие-то сказки там про скам или еще что-то такое да у нас нет понятия скам у нас вообще нет такого понятия потому что у нас каждый день есть свободные какие-то копейки которые мы завтра опять начнем окружить и он не остановится ни одну секунду даже если бы что-то произошло там из ряда вон выходящий понимаете о чем я говорю вот сейчас гляну на время наверное сегодня я много сказал с большой радостью соскучился за вами за этот период за эти праздники кстати простите что прошлый четверг не было обращения назовем это так по семейным обстоятельствам благодарю за понимание всех обнял люблю все хорошо а будет еще лучше пока-пока 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 пока-пока